Это дизельный отопитель, который бездымный, достаточно экономный заливается дизелью. Даже вот такие вещи есть. А еще продукты длительного хранения, предметы личной гигиены и многое другое. В начале октября в Барнауле официально открыли несколько пунктов сбора в каждом районе. Мы формируем вот эту помощь относительно того, что принесут нам люди. Да, мы понимаем, что есть определенный рекомендованный перечень, но мы ни в коем случае не ограничиваем наших жителей. Также обращаются семьи мобилизованных, потому что с их родственниками есть контакт, есть обратная связь, есть определенная потребность в чем-то. И мы делаем все для того, чтобы обеспечить, удовлетворить эту потребность. Конечно, запретить мы жителю, который принес, ну так скажем, ну не совсем нужную вещь, мы не можем, потому что, во-первых, это человека, ну по сути, обидит. Особенно нужны сейчас теплые вещи. Термобелье, перчатки, берцы, стельки. В пунктах сбора напоминают, деньги они не принимают. Лучше принести, например, лекарства. Парацетамол, аспирин, бинты, жгуты, кровоостанавливающие препараты. К помощи сегодня присоединились и организации. Они помогают с достаточно дорогими товарами. Приборы ночного видения, экипировка. Не может же обычный житель принести, например, 20 палаток, допустим, или 20, или 40 пар обуви. Но, тем не менее, бывают и такие. Пункты сбора работают каждый день с 10 утра до 6 вечера. С начала октября удалось отправить порядка 700 коробок с вещами. Это три машины, которые отправились в Омск и Валейск. Помимо пунктов, развернутых мэрией, сегодня в городе помощь оказывают и общественники. Очень много активных групп. С большими мы взаимодействуем, где-то помогаем с отправкой. Да, мы видим, что люди в едином порыве хотят помочь. Но пока, как таковой, единой структуры, единой системы в помощи, поддержке нет. И наша задача сегодня как раз эту структуру организовать. Пожалуй, самую большую группу волонтеров создали в телеграм-канале «Добрая воля-22». На данный момент в ней состоят более 7,5 тысяч человек. В нами собрано и подготовлено более 1200 индивидуальных медицинских аптечек. Добровольцами сварено 58 печек буржуек. Спальный мешок, балаклавок, резиновые сапоги, термобелье, носки, перчатки. Это мы вообще не считаем, учету уже не подлежит. Это мы считаем тоннами. Помощь будет требоваться и дальше. Ведь сегодня в крае проводили очередную партию мобилизованных. А накануне первые бойцы из региона уже отправились с учений на спецоперацию. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.